С 13 по 26 июня на нескольких улицах Самары отключат горячую воду. Это связано с ремонтом первой тепломагистрали Самарской ТЭЦ. Так без воды останутся жители организации в границах следующих улиц. Проспект Карла Маркса, Старозагоры, Нововокзальная, 22-го портсъезда, Георгия Димитрова, Ташкентская, Фадеева. Также в связи с ремонтом теплосетей в Кудышевском районе горячую воду отключат на Пугачевском тракте, Грозненской, Бакинской, Придорожной и в Молодежной переулке. В рамках ремонта тепловые сети проверят на плотность и прочность с повышенным давлением холодной воды. В Самаре перекрыли улицу Невскую от улицы Циолковского до улицы Молодогвардейской из-за ремонта водовода. Об этом сообщили в пресс-службе ресурсоснабжающей организации. Водителям рекомендуют планировать маршрут заранее и выбирать пути объезда. В Кировском районе привозят в нормативное состояние улицу Алма-Атинскую от Олимпийской до Республиканской 106. Там приступили к фрезерованию изношенного покрытия проезжей части. К выходным подрядная организация планирует обновить люки смотровых колодцев, крышки которых будут антивандальными и антишумовыми. Люки поднимут на проектную высоту, после чего уложат верхний слой покрытия автодороги. Состоялась жеребьевка группового этапа РПЛ Кубка России 2024-2025, по итогам которой крылья советов попали в группу А. Самарцы сыграют со «Спартаком» и двумя «Динамо» из Москвы и Махачкалы. Об этом сообщили в пресс-службе футбольного клуба. Даты матчей будут известны позже. В РИО губернатора Вячеслава Федорищев возглавит комиссию по координации работы по противодействию коррупции в Самарской области. Проект соответствующего постановления опубликовали на сайте регионального правительства. По решению в РИО губернатора Вячеслава Федорищева на каждом оперативном совещании областного правительства будут рассматриваться обращения граждан. Ряд обращений рассмотрели на оперативке. Одно из них касалось благоустройства. Вячеслав Федорищев поручил главе города Елене Лапушкиной связаться с жителем, выяснить все детали и найти решение. Также в ходе оперативки рассмотрели обращение жителей домов в поселке Мехзавод, где зимой было отключено электроснабжение. Жители говорят, что энергоснабжение района и сейчас осуществляется с перебоями. Елена Лапушкина доложила о том, какая работа ведется компанией-подрядчикам по модернизации сетей. Вячеслав Федорищев отметил, что в ближайшие дни проведет с подрядчиком совещание, чтобы лично проконтролировать ситуацию. Сегодня в правительстве Самарской области обсудят поправки в региональный бюджет. В своем телеграм-канале в Рио губернатор Вячеслав Федорищев отметил, что необходимо обеспечить беспрекословное выполнение всех указов президента и поставленных целей.